Взоры всего мира направились в среду на церемонию инаугурации 46-го президента Соединённых Штатов Джо Байдена в Вашингтоне. Конец эпохи его предшественника Дональда Трампа в Брюсселе встретили в основном с облегчением. Председатель Еврокомиссии пожелала плодотворного сотрудничества с новой американской администрацией. «Снова, спустя четыре долгих года, у Европы появился друг в Белом доме», — сказала Урсула фон дер Ляйен. «Европа готова к ному старту с нашим старейшим и самым надёжным партнёром». В ЕС надеются, что смена президентов на другой стороне океана станет сигналом к открытию следующей главы в трансатлантических отношениях. Оценку этим отношениям давали члены Европейского парламента. «У нас есть общие интересы, хотя и не всегда одинаковые», — сказал француз Арно Донжан. «Нам нужно принять меры к преодолению наших разногласий, таких как несправедливые карательные пошлины, причины ухудшения отношений. Президентство Трампа не было случайным явлением». Руководители ЕС шокировало нападение на Капитолий. Некоторые евродепутаты увидели в этом предупреждение для западной демократии и напоминание о проблемах собственного союза. «Представьте себе, что здесь произошли бы беспорядки, направленные на отмену свободных и справедливых выборов», — сказала Ска Келлер из Германии. «Вспомните кампанию за Brexit, наполненную вопиющей ложью и фальшивыми обещаниями, подумайте о пренебрежении в Польше к праву женщин на собственное тело. Не забывайте о нарушении Венгрии и Верховенства права». Еврокомиссия собирается привлечь Байдена к совместной борьбе против распространения дезинформации и теорий заговора. Брюсселя надеются, что Вашингтон заставит американские цифровые компании вести себя более ответственно и что регулированием интернета будут больше заниматься правительства и парламенты. От нового американского президента европейцы ждут многого.